Жены с нами, кормят личный состав. И вывод должен быть, если будет такое принято решение, должен быть нормальный. То есть придут в самолет и заберут семью, материальную часть какую-то там. То есть какой-то должен быть договор. Для меня, как для командира части, должен быть документ, это директива. Кому я должен передать? Я уйду отсюда с самой крайней, вместе с женой. То есть я как командир, как капитан, как хотите назовите, пока не будет директива подписана, пока я это все имущество кому-то не передам, я отсюда не уйду. Я буду защищаться до последнего. Поэтому мне в данной ситуации уже терять нечего, мне в покрым, поверьте мне. В любом случае, спасибо вам. Воздушно-десантную дивизию вы сюда не пришлете, а то, что у меня есть, я защищаться буду полюбав. То есть вся красота, которая здесь есть, это все мое. Я кому-то ее не передам. Защищаться есть чем. Уже когда мы вчера поехали по частям, я, конечно, в шоке, когда зашли командирую части морпехов, у него мывальничек стоит в кабинете. Так, 20 лет надо было на армию обращать внимание, а не резать ее нахер или превратить в говно. Потом спрашивать, почему в разных ботинках и в разных штанах. Потому что, кажется, покупают все в магазине. За свои? Конечно же. Поэтому вопрос сейчас не об этом. Вопрос сейчас, чтобы сохранить собственное достоинство и довести это все дело до конца. Вот покуда не будет у меня директива, я хер сюда уйду. Я буду отстреливаться, отбиваться. Я наладил отношения уже с россиянами, с местной самообороной, с ментовкой, которая уже давно работает, ну, не так, как она должна работать. Стараюсь держать, чтобы ситуация была контролируема. Вот покуда она под контролем, не будет провокаций. Пускай бузят там, деды там, бабушки, не вопрос. Если бы они не лезли сюда, не провоцировали моих людей с оружием, и все. Будет директива, я уйду отсюда. А пока дудку, дудку. Будет принято решение остаться здесь и работать. Я отремонтирую свои самолеты, мой личный состав все сделает для этого. Будет какие-то материальные средства. Чуть времени больше потратить, и через месяц мы будем опять в труе выполнять все свои задачи. Но политическое решение, нормальный договор какой-то. Да, мы тут на таких или таких правах. Или нахер, или остаемся. У меня ситуация простая. Я говорю, даже россияне на чем начали играть? Они на меня начали добить. Говорю, у них не получилось. А потом начали искренне подкупать. Я знаю, вы говорите, что у вас 350 человек без квартиры. Я говорю, да. Мы вам даем 350 квартир в казачьи. Говорю, ну и что дальше? Дайте мне список. Говорю, ни хера я вам не дам, ребят. Идите нахер. И все. Они знают, на чем играть. Они очень хорошо осведомлены. А мы здесь в таком положении. Люди 20-30, 25-27-28 лет живут в общежитии. Уже многие уволят. Вон Рубковский приезжал. Четыре человека. В 12 метрах живут. И никого это не интересовало. Провели ее, показали. Вся ситуация стала на лицо. Брошены были. 20 лет никому не нужны. Вот вся ситуация. И тем не менее, просто мы верны присяги. Это самое главное. Пускай они немножко призадумаются. И россияне те же, они в смятении. У них операция была рассчитана на два дня. Максимум три. Блиц Крик. Вот они в Блиц Крик. Вот они в Блиц Крик. У них нет рекомендаций тоже никаких по этому поводу. Потому что они прожили.